здравствуйте уважаемые друзья в москве началась массовая вакцинация от нет не от коронавируса а всего лишь от гриппа она проводится в так называемых пунктах мобильной вакцинации мобильных пунктах вакцинации которые расположены на различных станциях метро в москве если вы хотите прийти в такой пункт и получить вакцину с вас возьмут согласие на данную медицинскую процедуру это правило работает на территории всей нашей страны то есть нигде в российской федерации нет ни одного места где была бы принудительная вакцинация не в школах не вузах не на работе нигде везде с вас со взрослого человека либо с вашего ребенка вы как родитель подписывайте согласие на данную медицинскую процедуру единственная процедура которая является обязательной школах это так называемый диаскин тест или реакция манту но это не вакцинация это провокация когда выявляется наличие антител на палочку кока вакцина от туберкулеза вводится два раза первый раз на третьи сутки после рождения и второй раз семь лет больше вакцина туберкулеза детям не делается кстати вот это вот обязательная процедура диаскин тест была введена в школах ввиду того что сейчас в россии идет эпидемия туберкулеза и об этом вы не слышите в сми ничего она есть и это произошло из-за того что очень много гастарбайтеров живут в москве например больших городах живут в плохих условиях не проходит диспансеризацию и вообще в принципе качество медицинского обслуживания серьезно упала за последние годы поэтому у нас идет вспышка случаев туберкулеза в разных местах нашей стране еще должна сказать о вакцине от коронавируса вакцинация коронавируса она произойдет не раньше чем ноябрь декабрь и будет она также добровольной до принудительной вакцинации коронавируса нам еще очень далеко сначала я уверяю вас будут стоять толпы очереди желающих добровольно завакцинироваться от коронавируса причем заметьте так так обрабатывают информационно наших граждан что люди идут и вакцинируются даже не зная что например вакцину нужно ставить только если в организме в данный момент нет не идет никакого заболевания нет температуры нет никаких аллергических реакций после последнего заболевания прошло минимум две недели и вообще желательно ждать анализы перед тем как поставить вакцину но нет наши же идут часы тупо колют себе вот эту вакцину от гриппа насчет российской вакцины несколько слов вакцинация от гриппа который сейчас проводится в пункт от мобиль мобильный пункт вакцинации она делается с помощью российского вакцины качественные вакцины в россии нет поэтому я вам конечно не рекомендовала бы вестись на бесплатную вакцинацию лучше купите вакцину например французскую вакцину от гриппа в аптеке и за вакцинируйтесь о том что Качественной вакцины в России нет, я узнала еще в 2004 году, когда я рожала свою дочь. Тогда я отказалась от всех вакцин абсолютно, и моя кушерка, которая была профессором кафедры биологии МГУ, она мне сказала, что качественной вакцины в России нет. Очень часто применяется просроченная вакцина, особенно если она бесплатная. Поэтому, если вы хотите завакцинировать вашего ребенка, делайте это не раньше, чем когда ребенку исполнится 5 лет, когда у него установится, так скажем, иммунитет. И после этого покупайте импортные вакцины, у которых есть сертификат, и ставьте ребенку вакцины. Вот так, друзья. Ничего не бойтесь, не бойтесь принудительной вакцинации, и думайте, прежде чем проходить какие-то медицинские процедуры. Спасибо, что смотрите, до новых встреч.